Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Хочу предложить вашему вниманию печь. Печь и маленькое кино под названием «О вкусах не спорят». Я вот насмотрелся интернет, там пытаются вывести идеальную формулу для парилки. Это компания «РУСПАР», то есть 60 градусов температуры, 60% влажности или что-то подобное. У меня как бы свое видение этого момента. Я парюсь при температуре 120-140 градусов. Получаю от этого несказанное удовольствие. В поселке Радичья, где я раньше жил, была деревенская баня. Там, где если нет 140 градусов, народ просто возмущается. И женщин наших красавиц ходило больше, чем мужчин. Вот как бы так. Сейчас печка в настоящее время топится. Вот когда она истопится до нужной температуры, я вам просто продемонстрирую, как это делается. Могу и не поехать, потому что надо будет работать. Вот так, получается 16 килограмм. Взвешиваем сколько нам нужно дров, чтобы печь дошла до кондиции. Печь вот так выглядит. Дополнительный поток воздуха для дожига факела. Вторичный воздух. Здесь камин есть. Зайдём в парилку. Так, ну вот здесь каминка. Сейчас время прошло час, как затопили. У нас температура 66 градусов. Тут мы видим, что доски почернели. Обуглились. Это потолок. Вот такую температуру любит Геннадий. В чём преимущество этой печи перед другими? Площадь радиатора, воспринимающих частей и отдающих, доходит до 5 метров квадратных. Большая площадь. Каждый дециметр, это 100 ватт мощности. То есть... Железо, да? Да. Каждый дециметр 100 ватт мощности. Если до 5 квадратов доходит, эта печка очень маленькая. Потому что у меня высота не позволяла. То есть, чем больше площадь поверхности железа, тем лучше по-вашему, да, получается? Естественно. Можно же 100 делать. Да и 100 гон. 10 квадратов можно сделать. Это будет зависеть, наверное, от площади парилки или как? Как ни крути, чтобы прогреть парилку, чтобы прогрелись камни, пол, чтобы все устоялось, минимум 2 часа надо топить. 2-2,5 часа. Это в зависимости, как подкидывать, как чего угодно. Чтобы она, как бы, самая... Нельзя топить быстро. Чтобы камни нагрелись, надо, да? Камни прогреться. Если нет 120 градусов, то камни не прогреты. 120 в парилке. Да, в парилке. Ежели 120 градусов, все, камни прогреты, заходи, просто все. А камни какая должна быть температура? И камни закладываются в эту печку. В большую печку, нормально. В пределах тонны. Вот сюда тонны. Сюда не войдет. Сюда не войдет, но, если позволяет высота... Именно для банной печи тонну камней надо? Да. Одну тонну. Тонну камней. Чтобы залить эту тонну, это надо очень постараться. Так, а кирпичную печь, можно не обязательно же камню, можно тонну кирпича взять. Какая разница, кирпич или камень? Камень быстрее все отбирают, у него плотность выше. Теплопроводность у него больше? Конечно, он же больше себя впитывает. Теплопроводность и быстрее. Теплопроводность выше. То есть, получается, соответственно, нагревается он быстрее, да? Быстрее нагревается. То есть, можно взять только талькохлорид. Тогда. Возьмите талькохлорид. Это дорого будет, да? А шамот быстрее же нагревается? Шамот быстрее греется. Плотность выше и теплопроводность выше. А смысл шамота? Так, ладно, хорошо. И когда вот этот аккумулятор нагрет, это эти камни, да? Здесь два дня тепло. Два дня здесь нормальная температура. То есть, сейчас сколько по печи камней? Килограмм 500? Здесь килограмм может быть 300-400. 300-400. Ну, в 300, скажем так. Я же не знаю, давно печи строилась. Три яруса, да? То есть, вот. Три яруса, да? И на каждом ярусе набиты камни. Килограмм. Да, и по 60. Ну, килограмм 300, я считаю, это 30. Так, то есть, получается, у нас, первое, это большая поверхность печи. Площадь радиатора. Площадь, площадь радиатора. Площадь радиатора печи. То есть, воспринимающих тепло и отдающих тепло. Это первое, да? Это, естественно, первое. Второе, это большая теплоемкость. Теплоемкость. Ну, если с термофором сравнить, вот там у всех, да? Ну, туда входит 20-30 килограмм камней. Топишь тепло. Еще какие преимущества? Срок службы. Срок службы. Сколько? Эта печь служит 7 лет. Уже. Первые печи. Я начинал свою, как бы, деятельность, естественно, с банных печей. Еще кирпич на кирпич складывать не умел. А, вот с таких, да? Естественно, я только с банных. Почему я начал их? Потому что париться люблю. Чтобы удовлетворить мои потребности в бане, да? Ну, не было таких печей. А, ну, температура высокая, да? Как бы, это основное, что вам надо, это температура 120, да? 120-140 градусов в этих пределах. Высокая температура. До 140, да? Да. Это в парилке? В парилке, естественно. 120-140 в этих пределах. Экстрим. Никакого экстрима, это нормально. Тебе нормально? То есть, не ощущается, что там же свалишься заживо. Абсолютно. А срок службы, вы это, как сказать, ну, на базу воздуха, где непрерывно печки топятся, делали такое? Да. И что? Гостиница Анастасия. И сколько там срок? Еще до сих пор работает? Или как? Вот мне надо съездить туда, позвонила от сама Катерина там, управляющая, просто ревизию сделать перед Новым годом. Ну, а за счет чего срок службы? За счет того, что толстая не там? Конвекция. Конвекция. А, за счет того, что воздух охлаждает, да? Естественно, конфекция. Все остальные печки, я их называю духовками. Там, где вот труба, или там камера какая-то, прямоугольная, в нее забиваются камни. Все. Они нагреваются там до малиного цвета, до красна. Но они же долго не слушают. Камни. Почему? Металл. Металл, если не имеет теплодач, он сгорит. Ну, да, если теплосъема нету. Естественно. Ну-ка, здесь же металл тоже закрыт камнями. Он обдувается. Конечно. Ну, там же тоже получается обдувается. У него уже сверху еще стоит радиатор. Ну, получается, если обдуваются камни, если обдуваются воздухом, который берется с пола, то он остужает камни, в который воздух идет. А нам нужно нагреть камни. Или что нам в первую очередь нагреть? Что важнее? Камни нагреть или воздух? Все одновременно. Ну, у одних печей больше нагревается воздух, у других больше камней. Вы считаете, что важнее нагреть? Воздух или камни? Оно неразделимо. И воздух, и камни. Ну, так оно везде как бы греется. Вот такой баланс. Температура 120 градусов есть, прием? Все камни нагреться. Сколько камней должны быть? Не мерю никогда. Ну, в смысле? Температура по мне никакая. А нечем мерить? Как я говорю? Ну, померю тогда сегодня. Померю. Просто, если любители пара, вот они говорят, легкий пар, именно когда камни до красна нагреваются, именно что вот идет пар, он мелкий, очень на мелкие частицы разбивается, а здесь, получается, камни не нагреваются, потому что они охлаждаются потоком воздуха. Здесь получается, что просто поднимаешь влажность? Влажность. Вода шипит, на камнях испаряется, поднимается влажность. Поднимается влажность, дышать легче. Это вот мы можем сравнивать теперь другие печи, то есть можем замерить площадь у другой, теплоемкость, да? Это мы все помним. Срок службы, температура в парилке, это мы все можем замерить. Что еще можно с другими печками, как сравнить, по каким параметрам. Количество дров, да, можно? Количество дров, по-казалку. Еще можно что? Время, 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 время. Ну, пока прогрелся. Ну, а по цене сколько печка получается, вот сравнить, если цены, ну, разные печи? Ну, вот эта печь с работой, с материалом где-то 120-150 тысяч. Сколько? 120-150. Воза с материалом. Воза с материалом. Ну, вот наша баня почти готова. Там пока что еще 110. Ну, для разминки, для разгона, для проспевки достаточно. Снимаем крестик, все эти самые. Берем с собой вот такую плотную, чтобы там не обжечься. Вот, и в парюках. Ничего удивительного, вот пока венчик запариваем. Обратите внимание на веник. Потом вы его вот сама в деле увидите. Как он работает. И почему он такой. Так, хорошо. Так, хорошо. Все, Бог. А так. Вот это закладываем, чтобы в ванночке. Это так. Сколько на зиму веника заготовляет? Ну, что, 30. Ну, то есть, раз в неделю попарится. Веника на раз хватает, да? Нет, веника хватает на побольше. Вот эти вот финишка я уже парил. Ну, вот эти вот финишка. А, ну, туда же тоже его втажим. Да, 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 сейчас мы его встанем. Сюда же вот раз. Ну, тебя все равно холодно будет. Да, вот это тоже страшно. Так, вот раз. Да, холодно. Вот, не обломался. Все достаточно. Потом еще кофточек в горячей водичке прижмел. И еще вот это вот клееночка. Что вода не так быстро встывала? Ну, два, три можно влезти. Вот, берем эту пятку. Без проблем. Расстилаем. И просто-напросто садимся. Но, перед тем, как садимся еще... Блин, забыл это самое. Воды. Воды забыл. Давай я пока сейчас сниму. Так, у нас сейчас температура уже... Ну, где-то 116 градусов. Чтобы дышать было хорошо, влажность все равно должна присутствовать. То есть, с паука... То есть, с паука... Закрываем воронку. Вот сидим. Через какое-то время подо мной будет лужа. Вот так. И там тоже будет. Вот 116 было, я сейчас смотрел. Ну, где-то так. Дышится просто хорошо. О-о-о, запотело. Дышится чудесно. Как дышится? Тяжко. А? Тяжко. Тяжко? У меня жена, дочка. В настоящее время ей 8 лет. Она тоже сидит в парилке. Вот в такой температуре. Не жалуется. Кто ко мне не приходил попариться, говорит, ну, просто в восторге. Лучи, как бы... Ну, не ощущали они раньше. Она, может быть, конечно, с первого раза некоторым ей будет многовато. Но все же, как бы... Аппетит приходит во время еды. Как говорится. Сейчас много, а потом со временем просто чудесно. Вот, начал потеть. Пот немножечко так пошел. Температура стенки. Меряем. Тем выше, тем больше. Температура потолка 156 градусов. Ну, здесь вот, на уровне термометра 115 показывает. Потолок 150. Камни. Где там камни-то у нас? Ну, почти 200. Через какое-то время, вот он, вот, пошел. Ну, капает. Пошел 5 минут. Ну, или около этого. Сколько воды на камни кинули, столько и вытекло. Товарищ, который не подготовленный в этом деле. Поднял, такого, кто не будет. Ну, как радуется, сидит, улыбается. У меня крылья горят вообще. Крылья горят. По-нормальному, баня нужно... И пота нет. Вот, хотя бы раз в неделю ходить надо. И что еще хочу сказать. Для милых дам, баня, парилка вот эта, это вообще косметолог. Одна мука, а в другой вещи сжарился. А курица грели. Кожа, она как бы сама должна питаться изнутри. Когда вот эти вот все поры, они, как слышал в свое время, они бывают сальные и потовые. То есть они должны быть чистые. Потовые железы защищают организм от высоких температур. А сальные железы, естественно, от низких температур. И ежели кожа работает, значит она питается изнутри. И больше ей надоедли что-то нужно. Это мое личное мнение. О вкусах не спорят. Посмотрите. Подо мной уже поты. Это я только поспел. Прошло сколько минут? Ну, минут 10, наверное. Ну, минут 10, не больше. Все, достаточно. Выходим. Ну, теперь, господа, я это самое... Поспел. Отдохнул. Пора париться. Берем веничек. Ставим ее вот сюда. Возле двери. Для чего? Чтобы он там не высыхал. Потому что, хоть я пять раз захожу, необходимо поспеть. Стоп, я тряпочку забыл. Без этой вот тряпочки не нужно закрывать парилку. Проходим. Ну, также присели. И обязательно повысили влажность. И сидим, и чувствуем себя. Как только пот пошел, прогрелся маленечко, потом веничек взяли. И продолжаем процедуру. Ну, вот, господа, в настоящее время я поспел. Теперь берем веничек, быстренько, 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 раз. И начинаем плавиться. Поддаем сразу. 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 Температура в настоящий момент где-то 125, или что-то около этого. Вот почему нужен длинный веник. Ну, вот почему. Уже происходит кистевой. То есть не от плеча машешь коротким веником. Повторяем кистевой. Достает везде. Грудь. Может быть, некоторая будет не тубна. И ложиться в этой парилке я категорически против. Потому что нельзя. Когда ложишься, потом встаешь, голова кругом будет. Ну, вот, господа, попарился. Теперь в обязательном порядке лучше пролечь. Сворачиваем под голову и ложимся. Еще очень важный такой момент или совет. Никаких советов. Чувствуйте только себя, свой организм. То, что я тут показываю, это, как говорится, вкус от них корень. Ну, вот, как будто. И еще очень важный момент. в парилке в бане я пью воду. Не чай, а чистую воду комнатной температуры. Нектар натур. Вот, как бы, она очень хорошо усваивается. Все там проходит. Пока все. Вы сейчас хотели сказать по ощущениям. А, по ощущениям. Значит, комфортная температура парения от той ступеньки на первой. То есть, не парение, да, и парение веником, тоже комфортная температура, это 78-85 градусов. То есть, там, где мы мерили, как раз по комфортности. То есть, мы все, трое, не сговариваясь, выбрали, то есть, эта ступенька, чтобы посидеть, попотеть и при этом не обжигаться. То есть, чтобы плечи не горели, уши не сворачивались, трубочка. То есть, вопрос. Как часто в баню ходишь? Сейчас редко, раньше очень часто. Ну, раз в неделю точно мы с мужиками ходили в общественную баню, заказывали на два часа и парились. То есть, на десятерых выкупали полностью баню и чисто попариться приезжали. Это было давно, да? Почему давно? Полтора года назад, пока я не выехал в командировку. Я сейчас, пока в командировке, не могу. Мы по четвергам все время компания в баню будет. Ну, по субботам в Петродолжье. Как? Ощущение? Здравствуйте! Ощущение от бани. На второй полке жаримся, подогреваемся. На второй полке сидим, греемся. На второй полке начинаем париться мало, поднимаемся на вторую, паримся на второй. Ты тут все жарим про вторую говоришь? Почему? Изначально начинаем жариться на первую, нагрелись, жарко стало, сели на вторую в комфортной температуре паримся, просто греемся. После чего, когда дошли, ну, согрелись до кондиции, дошли, залазим на второй полочек, берем веник и начинаем париться. В экстремальном режиме. В экстремальном режиме. Я так понял, что тебе где-то между ними комфортно. Александр, на нижнем полке? Было бы комфортно на нижнем, если бы мы еще поддавали пару. То есть можно было уже париться на нижнем, но я не стал камень заливать, поднялся и попарился. Камень здесь не заривешь. Камень не заривешь, да. Ну, будем знать, в следующий раз будем лить побольше и париться на второй пробовать. Ну, сейчас наверху попаримся. Влажности не хватает, вот дышать носом, я не могу дышать носом, я начинаю дышать носом, меня сразу обжигает нос. Сверху сидишь, горят плечи. Снизу сидишь, вот да, я на лавке буду сидеть. У меня тоже средняя температура, то есть я до высоты это не могу, то есть 150 градусов для меня очень много. Ну, а свои ощущения расскажи. Ощущения классные, любим париться в бане, много бань пропарились, восторг, ощутили пар. Наверху жарко, внизу самое то. Вот сейчас с венечком дошли, попарились, как заново родились. Думаю, что Геннадий будем собираться. Чего уж тут раз-то. Мужики покрикивают. Крихте! Недовольные! Так что ощущение классное, дай бог собираться чаще. С легким паром. Ты расскажи, вот ты говоришь, в разных банях парился в сравнении вот с другими печами или... Ну, наверное, мы же печь пришли тестировать. Сухой пар, то есть за счет пара, за счет того, что выгнали, вот третий раз, когда заходили, выгнали сухой пар, закрыли и нагнали жар за счет флаги. Был помягче жар. Для парки самое то. Ну, то есть вот эта температура, при которой Геннадий парится, для тебя она не комфортна, да? Это просто надо почаще ходить в баню. Ну, вот упущения наше времени не хватает. Сидеть будем, дай бог, что будет приглашать. Аппетит приходит во время еды. Это сейчас может быть у вас много, сейчас много, да? Но когда постоянно будете систематически в системе, это будет абсолютно норма. Вы видели, какой пот с меня шел? Это зарегистрировано. А с вас такого не идет. Ну, так забиты поры все. О, поры забиты, вот их надо разбить, и потом все будет хорошо. Ну, мы за неделю-то разу сходили уже. Ну, результат за месяц. Это годами нарабатывается, понимаете, ребята? Я же там мальчик уже как бы взрослый. В градусах, не знаю, по физическим ощущениям, по физическим ощущениям, когда, значит, в каменку поддаешь, и она говорит, вот так, да? Вот, это нормальный мелкодисперсный парк, с которым дышится легко. В нем присутствует большое количество кислорода. Большое количество кислорода, потому что молекулы воды расщепляются на H-H, то есть, и выделяется свободная молекула кислорода, то есть, поэтому воздух обогащается кислородом. Пар становится легким. Когда камни шипят, вот так, пшшшшш, вода просто испаряется, переходит в парообразную форму, H2O, то есть, и, ну, то есть, как бы, просто влажность увеличивается, и все, а эффекта пара, пара нет. влажность увеличивается. То есть, то есть, там еще какие-то разные... О вкусах не спорят? Нет, я не про вкусы говорю, я говорю о механизмах, то есть, как бы, о механизмах. А вкуса, это и дело, у каждого он слуливый, то есть, а я говорю, просто механизмы, как все происходит, на самом деле. У каждого по-своему происходит? Нет, физика, она едина для всех. Редактор субтитров А.Семкин